я употреблял тяжелые наркотики и поэтому это было очень ожидаемо на сегодняшний день у нас на учете стоит порядка 27 тысяч человек это жители всей новосибирской области сделал экспресс-тест и показал положительный результат растерянность страх обреченность есть конечно люди принципиально лишь диссидента видел людей которые умирают от спида скажите пожалуйста как вы относитесь к вич положительным людям отрицательным почему сегодня в новосибирской области вич инфекции заражен каждый сотой еще в 90 вирус иммунодефицита называли заболевание маргиналов и чумой 20 века раньше этот диагноз воспринимался как смертный приговор сейчас благодаря современной терапии несмотря на свой вич статус можно прожить долгую и полноценную жизнь но стереотипов о вирусе иммунодефицита по-прежнему много узнаем как сегодня живут эти люди и с чем им приходится сталкиваться каждый день как первый раз вообще узнал о своем вич статусе вот при каких обстоятельствах это было я сдавал анализы проходил детоксикацию там сдавал анализы через какое-то время попросили пересдать уже в спидсервисе в спидцентре чтобы подтвердить либо проверку диагноз попытайся вспомнить что ты почувствовал на тот момент какие мысли были может в голове я употреблял тяжелые наркотики и поэтому это было очень ожидаемо потому что в нашем круге общения уже ребята находились этим статусом и видел людей которые умирают от спида растерянность страх обреченность какие были дальнейшие действия встал на учет и начал принимать терапию ну тогда были внутренние какие-то приказы о том чтобы терапия назначали при определенных показателях то есть терапия назначали совершенно не всем нужно было достигнуть угнетенного иммунитета достаточно чтобы начать получать терапию и никто мне ее не назначало я без терапии лет шесть наверное жил с этим статусом естественно поставили на учет а вот ходил сдавал кровь каждые полгода по моему родным родным не рассказывал потому что но боялся реакцию кто поддерживал расскажу в тот момент потому что это же очень сложно и морально тяжело остаться один на один с вот такой информации который то никто на самом деле не поддерживал было очень мало информации интернет только-только входил в мою жизнь по крайней мере я только спустя наверное несколько лет узнал что есть группа взаимопомощи но хорошо с точки зрения твоей морали твоя мораль позволяет испытывать любовь нет стал активистом сам задружил с девочкой и девочка ходил на эти группы вот она меня привела сюда я был приятно удивлен потому что я думаю что это максимально к это маргинальная тусовка наркоманы условно мужчины практикующие секс с мужчинами и там люди предоставляющие секс услуги но то есть вот я не я не ожидал совершенно увидеть людей которые обычные социальные ну то есть вот которых я вижу каждый день и но это максимально дружелюбная какая-то такая история начал ходить туда опознакомился с тасей то есть я тогда была ведущей этой группы постоянно и в какой-то момент мы поняли что то что работает у нас сегодня но не то что может а должно работать совершенно по-другому и мы конечно уже начали предпринимать киты действия начали писать письма от пациентского сообщества говорю мы старались встречаться с врачами там с лицами принимающие решения максимально привлечь сми осветить вот эти очереди в 6 утра от перед спид-центром который находился в жилом доме гриша об очередях но это единственная разве сложность была вы боролись за что это была история вы но просто про человеческий сервис это уже потом в европе уже терапию назначать сразу при постановке на учет уже были какие-то исследования которые говорили о том что если человек принимает антиретровирусную терапию то он не так опасен для окружающих кавычках ну там для своего партнера это потом мы уже заговорили о терапии тася была вот с подвижником этой истории тася родила ребенка его в какой-то момент ей вдруг показалось что нужно обязательно помогать ребятишкам и мамочкам мы только поддержали открыли организацию пациентскую мы реализуем разные социальные проекты но все они направлены на помощь людям живущим свеч на базе ресурсного центра проходят не только разные группы взаимопомощи проходят занятия йогой различные мастер-классы занятия по керамике консультация различных специалистов в первую очередь это психологи получить консультацию бесплатно юриста естественно равного консультанта и специалиста по социальной работе на сегодняшний день у нас на учете стоит порядка двадцати семи тысяч человек это жители всей новосибирской области из них принимает антиретровирусную терапию чуть более 24 тысяч человек и вот наша сегодня основная задача это привлечь остальных пациентов которые не принимают антиретровирусные препараты к лечению непосредственно есть конечно люди принципиально лишь диссиденты да есть люди которые считают например что они себя хорошо чувствуют потому что вич инфекция такое заболевание на сегодняшний день к сожалению хроническое пока неизлечимая но можно с помощью препаратов поддерживать хороший уровень жизни замедлить прогрессирование заболевания в принципе прожить столько же если человек свое время начинать сколько бы он без вич инфекции прожил но некоторые люди так как стадии разные бывает что человек на при 1 3 стадии вич инфекции хорошо себя чувствует и у такое знаете формируется ложное впечатление что у меня все нормально зачем мне все принимать а потом уже в дальнейшем когда появляется осложнение вот только тогда большинство таких людей приходят обращаются за медпомощью и видел людей которые умирают от спида у меня сомнений совершенно не было в том что ну терапия работает и поэтому я к тому моменту когда я уже подошел и мне уже ее назначали я был совершенно без сомнений но о том принимать ее если говорить про каких-то настоящих вот спид диссидентов живых не встречал встречала в хрониках что эти люди были люди погибли к сожалению от своей глупости я была на группах и очень часто слышала как ребята поднимают вопрос о том как сказать партнеру о своем вич статусе люди боятся сами себя вообще не вижу ничего сложного в том чтобы сказать что у меня есть но вот такое вот заболевание но я пью терапию и я ну вот то максимально безопасен каждый выбирает для себя какое-то комфортное время любом случае есть способы чтобы половому партнеру вич инфекцию не передать и когда уже отношения зашли достаточно далеко потом будет еще тяжелее рассказать то есть и партнеру будет тяжелее воспринимать и самому пациенту будет тяжелее рассказать с каждым днем это будет все тяжелее и тяжелее как отреагировали родители когда все таки узнали о твоем вич статусе в моих отношениях с родителями вич инфекция это вторичная какая-то история вызывающая проблемы то есть первичная история то было конечно употребление наркотиков она была простая типа а чё ты хотел расстроились еще больше все сторчался и умру очень быстро и все эти годы и ресурсы вложенные в меня прошли совершенно теперь окончательно зря но это мои догадки конечно никто мне их не озвучивал вот и но конечно расстроились а давай подумаем глобальном масштабе как было то и как стало сейчас ну на площадке острова детское отделение равные консультанты плюс ресурсный центр куда приходят ну вот там на всякие мероприятия те же мамочки появился сервис и он конечно пользуется популярностью и самое на мой взгляд это наличие равных консультантов принцип равны равному он реально работает если говорить про спеццентр то равный консультант это человек живущий с вич принять диагноз оказывает эмоциональную поддержку помогает наладить контакт с врачом равный консультант это такой мостик между пациентом и врачом буквально сейчас была перед нами пришла пациентка подозревает у себя инфекцию вот расскажи не может сдать анализы и пришла к тебе правильно понимаю она может сдать анализы но ей она хочет знать ответ прям сейчас прям немедленно если у нее вич у нас есть экспресс-тесты на вич сделала экспресс-тест и показал положительный результат я ее сразу направила психолог экспресс-тестирование не подразумевает что это установлен диагноз вич инфекция да есть анализы на антитела но прежде чем поставить диагноз это должно быть лабораторное исследование в несколько этапов медики советуют регулярно сдавать тест на вич даже если вы ведете здоровый образ жизни у вас постоянный партнер ведь известно множество случаев инфицирования людей которые находятся в отношениях или в браке сдать кровь можно спид-центре или взять направление в своей клинике но проще и быстрее купить вот такой экспресс-тест в любой аптеке или заказать на маркетплейсах стоит он дешевле теста на беременность сейчас попробуем протестировать в каждом тесте прилагается инструкция даже с картинками в этом пакетике у нас находится планшет который мы и должны будем капнуть своей кровью в раздел с это реагент который мы будем растворять каплю крови и иголочка которую мы будем протыкать палец две капли реагента как написано в инструкции нужно 15 минут подождать результат точность такого теста 99 9 процентов если 2 то результат положительный 1 верхняя отрицательный 1 нижняя или же ничего вообще нету на планшете значит ошибочный результат проходит 15 минут и в принципе все становится понятно у меня одна c следовательно меня отрицательный можно сдать экспресс-тест в мобиле можно заказать по горячей линии и тест забрать потом в удобном месте и самому пройти дома тест с помощью консультанта и как новосибирске изменилась ситуация наверное если мы возьмем 10 лет назад и сейчас 2024 год вот стало ли лучше проще и легче жить да конечно стало терапии назначают сразу терапии есть таблеток хватает иногда не хватает тест систем скапливается очередь ну то есть получить результаты анализа может пройти но там от двух недель и более все равно анализы сдаются вот но в целом разница конечно есть разница огромная и в лучшую сторону сегодня но сильно круче чем было ну вот тогда показатель смертности действительно снизился но еще есть огромный пласт работы который мы должны делать потому что наши показатели они как правило превышают среднероссийские в полтора раза да ну потому что так сложилось исторически да что регионы сибирского федерального округа урала они были пораженные по вич инфекции несмотря на вот эту всю динамику да казалось бы ну идет постепенно там хорошо снижение нового работы еще очень много то есть наша задача тоже количество составляющих состоящих на диспансерном учете должно быть равно количество получающих людей боятся люди не принимают и еще какие-то такие стереотипы древние вот остались из-за незнания наверно из-за недостатка информации расскажи ты сталкивался с дискриминация дискриминация здесь конечно история первичная лор надевал двое пар перчаток вот но это было просто очень смешно поскольку я очень долго вел группы взаимопомощи конечно таких историй наслушался но вот очень много это действительно большая проблема даже сегодня скажите пожалуйста как вы относитесь к вич положительным людям почему как вы относитесь к вич положительным людям нормально отношусь а если бы я вам сейчас сказала что я вич инфицированная как бы вы отреагировали что хочу вы не человек что так как вы относитесь к вич положительным людям нормально отношусь а если бы вот я сейчас подошла к вам и сказал то что я вич положительно общаться начала бы конечно у вас же может с вами не контактируем не взаимодействуем а что знаете вообще о вич от очень много мифов и стигматизация этого заболевания я знаю что он передается половым путем и посредством контакта крови и раны и прочее воздушно капельным конечно не передается но знать непосредственно наверное нужно предупреждать человека что у тебя вич и просто чтобы люди были в курсе там при совместной жизни или деятельности информируйте самого себя или придите в то место где вы ответы на вопросы сможете получить чувство страха будет меньше если будет больше фактов новосибирские сотни улиц и десятки тысяч домов а кто-то вынужден ходить между квартирой работой и больницей понимая что множество дверей навсегда закрыты для него давайте не будем злыми и темными ведь достаточно 15 минут поиска в интернете чтобы понять что бояться вич инфицированного человека совершенно не нужно